Здравствуйте! Настало время вспомнить нам о молодых годах Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот когда еще Бородаева была не такая большая, как позже, а покороче. Вот такой вот Дмитрий Иванович Менделеев, молодой ученый, был в Германии, побывал. И там он занимался, среди прочего, наукой. Значит, его старт, так сказать, научной деятельности был связан с изучением капиллярности. Вот в ту пору было популярно изучать явление капиллярности. Вообще-то говоря, вот непосредственно, как бы вроде в капиллярности, так, особенно его имя не прозвучало, особенно не прозвучало. Но, тем не менее, в теории жидкости, теории испарения, которая, в общем-то говоря, связана с капиллярностью, опосредована, значит, имя Менделеева увековечено в истории, в истории этой науки. Значит, давайте так в двух словах выясним, что же за штука такая капиллярность. Вот такого рода картинку в учебниках видели физики, конечно, видели все, наверное, начиная с какого-то там, пятого или шестого класса. Что там из себя представляет наша картинка? Ага. Сосуд с водой. В него вставлен капилляр. Все, естественно, очень утрированно нарисовано, обратите внимание. Да, вот она, утрированно нарисована. Но интересная вещь такая. Возникает некий, как бы сказать, неплоскость поверхности воды. Мы как привыкли, к чему? Значит, вода, она занимает объем сосуда и полностью повторяет его форму. Значит, поверхность воды принимает горизонтальный, значит, характер, имеет, значит, горизонтальную поверхность. Вот, пожалуйста, вот как будто вот она тут горизонтальная, да, горизонтальная, даже в капилляре горизонтальная. Ну, какая чудная. Почему-то в капилляре уровень воды выше, да? Вот про это мы и так вот помним, не задумываясь, с чем это связано. Причем интересно очень, что в тех точках, где, значит, стенки сосуда, видимо, стеклянного сосуда, я так думаю, значит, контактируют с водой, вода немножко как-то вот вылезает, лезет на стенку, короче говоря. Вот она лезет на стенку, а в капилляре она еще и в капилляр влезла, поднялась. Вот что произошло. Так вот, доложу я вам следующее, дорогие мои слушатели. Значит, причины капиллярных явлений очень глубоки и фундаментальны на самом деле. На самом деле был такой человек Ван дер Вальс, или так коротко говоря, Ван дер Вальс, на самом деле Ван дер Вальс, так бы вроде надо вычитать. Судя по фамилии, голландский физик, который разработал очень полдотворную идею, выдвинул. Идея полдотворная заключается в следующем, что принципиальной разницы между жидкостью и газом нет. Газ и жидкость это просто два, ну, немного отличающихся друг от друга состояния одного и того же вещества. Ну, вот, смотрите сами. Вот твердое тело. Чем характеризуется твердое тело? В принципе, мы с вами это знаем, знать должны. Твердое тело характеризуется неким порядком, да? Неким наличием связей, таких жестких связей между соседними молекулами, атомами, не знаю, как лучше сказать. Связи достаточно жесткие. Ну, вот, в таких очень твердых вещах, да, твердых объектах, как, например, алмаз, в чем заключается связь между атомами алмаза? Атомы алмаза, кстати, алмаз из чего состоит? Из углерода. Это легко доказать, скажем, можно взять и сжечь алмаз в чистом кислороде. При этом образуется углекислый газ. Вот однажды кто-то в 18 веке еще взял маленький алмазик, почему-то в учебниках ошибочно пишут, взял маленький бриллиант. А почему, в чем тут ошибка? Тогда бриллиантов не было. Бриллиант это алмаз с особенной огранкой. Те тогдашние алмазы, тогда ограненные, они сейчас очень мало стоят, собственно, вот как алмаз ограненный. Только что вот если исторический, да, что это вот алмаз там из короны кого-нибудь, а это вот из перстня кого-нибудь, а это с эфеса шпаги Наполеона, скажем, да. Ну вот, за это их ценят и любят. Вот, ну так ладно, дело не в этом. Вот кто-то когда-то сжег алмаз, да, ладно. Так вот, алмаз, чем он замечательен? Тем, что электроны соседних атомов у них объединены. Вот это называется ковалентная связь. Я вам толковал как-то раз на эту тему. У них, у всех этих атомов, есть желание достроить свою оболочку до полной оболочки, да, до восьми электронов. Вот почему-то вот у атомов, не объясняя как, вот они так вот расположены, атомы в таблице Менделеева, что самые прочные из них, вот на правом конце таблицы Менделеева, которые изображаются, это атомы благородных газов. Или, как говорили во времена Менделеева, драгоценных газов. Они ни с кем не хотят вступать в химические реакции, ни с кем не нужно им обмениваться своими электронами. А вот такие вещи, как углерод, им не хватает до восьми электронов. И что они делают? Они начинают с соседом меняться. Они так хорошо с ним меняются, что, значит, половина времени электрона принадлежит вот одному атому, а половина времени другому атому. И в целом, значит, каждый, ну, хоть полдня, значит, мнит себя этим вот, значит, благородным газом, да. У него оболочка полностью заполнена, да. Вот такие вот, значит, связи называются ковалентными, да. Вот у алмаза такая вот очень прочная связь. Палочки такие. Химики любят рисовать палочками. Ну, не только химики, а те, кто изучает структуру вещества. В стекле, например, это называется иногда переохлаждённая жидкость. Такого порядка нет. О переохлаждённой жидкости как-нибудь отдельно вот поговорим. А о жидкости вообще есть отдельный разговор. Значит, жидкости вообще. Значит, в ней вот этой вот твёрдой, жёсткой связи с соседом нет. Поэтому жидкость очень легко, ну, скажем так, деформируется, да. Вот легко очень сдвигается одна плоская жидкость относительно другой, да. При этом там вязкость возникает. Это всё правильно. Но вот так вот ничто не препятствует сдвигу. Только потом, если вы захотите очень быстро двигать, там вот появляется, вот так сказать, вязкое трение начинает сказываться. Вот так вот происходит. В принципе, почти такая же ситуация и в газе, в газообразном веществе. Почти такая же. Но какая-то разница есть. Всё-таки газ, ну, вот его не удержишь. Он куда летит, куда хочешь. А жидкость можно собрать в сосуд. И вот вроде как она там вот в сосуде в этом находится. На самом деле она, конечно, постоянно испаряется. Это отдельная, значит, тема для беседы. А так она вот, находясь, значит, в сосуде, вот, так сказать, булькает и плещется и лезет на стенку, как здесь показано. И больше ничего. Значит, чем же отличается, по большому счёту, жидкость от газа? Значит, Вандер Вальц предположил следующее. Он говорит, вот дело в чём. В классической кинетической теории газов считают, что молекулы газа – это материальные точки. Помните, такой термин был? Материальная точка – это тело, которым в условиях данной задачи, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь. Так, как когда-то писали в учебнике физики. Понятное дело, да? Почему можно пренебречь размерами молекулы в условиях задачи, рассуждающей о поведении газа? Потому что в газе расстояние между молекулами гораздо больше, чем размеры самих молекул. А в жидкости? А в жидкости это не так. И в жидкости, в силу того, что молекулы находятся очень близко, начинают сказываться какие-то другие силы. Кроме сил отталкивания, да, ну это естественные такие силы, отталкивания между двумя соседними, скажем так, шариками, да, вот они не могут совсем близко приблизиться. Существуют еще и силы притяжения. Если удастся приблизить молекулу, стянуть очень близко, к ним начинает действовать сила притяжения. Вот представьте себе молекулку где-нибудь внутри жидкости, да, ее со всех сторон тянут силы притяжения соседних молекул. Более-менее равновесное положение. А вот стоит нам молекулке оказаться около поверхности воды, то эти силы тянут только в одну сторону, вниз. Вот представьте себе, что эта поверхность воды не в стакане каком-то, а вот в невесомости. Вообще-то говоря, поведение жидкости в невесомости изучалось очень давно. Это, скажем так, вот времена Менделеева, это было спокойно изучено. Как тогда организовывали невесомости, вы не в курсе? Это очень просто на самом деле организовать невесомость, капнуть каплю жидкости, капнуть каплю жидкости, да. И вот пока она летит, она же летит в состоянии невесомости. Любой падающий объект, он невесом, ну или почти невесом. Почему я говорю почти невесом? Объекту мешает сопротивление воздуха. Что такое вес, как нас учили? Сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес. Но в данном случае для капли очень, так сказать, зыбкая опора – это воздух. Вот она, значит, давит на этот воздух и проваливается в него. Вот, так вот летит сквозь него спокойно и вот никак вот, ну, сопротивление некое испытывает. То есть на самом деле капля не совсем невесома. Если бы капля падала в условиях Земли в вакууме, а очень хорошо еще моделировать падающие лифты, вот капля в падающем лифте, она просто будет висеть, ну, как в космическом корабле. И очень, ну, лет 20 тому назад, если не больше, да и больше тоже, любили транслировать иногда передачи с космической станции или с космического корабля. Ну, космонавты развлекали зрителей всякими такими вот космическими опытами, космическими фокусами. Что там в невесомости происходит? Ну, вот, например, капля воды в невесомости, это превращалось в такой вот шар, капля воды, причем вот такого размера вполне могла быть. И самое важное в этом фокусе было вовремя поймать эту каплю воды, так сказать, салфеткой промокнуть. Иначе она так рассыпется и будет в щели аппаратуры попадать, там, значит, короткое замыкание вызывать и все такое прочее. Ну, то есть вот так себя ведет капля воды. Почему так она себя ведет? А потому что они только внутрь тянутся, капельки, молекулки воды, молекулки жидкости. Это любая жидкость так, не обязательно вода, хоть керосин, хоть бензин, хоть ртуть. Именно так она будет себя вести в вакууме. Капелька такая. А вот чего это не так себя ведет вода в капиллярах? Почему она на стенки лезет? Оказывается, молекулка воды тянется не только друг к другу, но и к стенкам. Вот бывают жидкости смачивающие и несмачивающие, да? Вернее, это относится, строго говоря, не к жидкости, а к поверхности. Есть поверхность смачиваемая данной жидкостью, значит, жидкость в этом случае растекается по поверхности успешно. И есть поверхности несмачиваемой данной жидкости. Вот, например, классический пример несмачиваемости. Это покрытая жиром поверхность стола, например. Это чудесная вещь, значит, смачивается или не смачивается поверхность стола после этого жидкостью. Значит, в старое советское время любимый способ был, значит, командированных на какие-нибудь испытания или эксперименты брать с собой спирт для промывок чего-нибудь. А любимое занятие колдовщиков было разбавлять спирт глицерином. Вот, оказывается, при умелом разбавлении спирта глицерином его удельный вес не менялся. И, то есть, получалось, вот он показывает эти свои 96 градусов, но это на самом деле не спирт. И мало было того, что они получали спирт килограммами, а выдавали его литрами. Понимаете, как? Прописано было выдать лаборатории 200 килограммов спирта. Вы выдают они 200 литров, а литр спирта весит меньше килограмма. Мало было, они до того зарывались, колдовщики, что еще разбавляли глицерином. Хитроумный командированный разливает спирт по полированному поверхности стола где-нибудь в гостинице, поджигает его, спирт прогорает, он гасит его. И потом, значит, капельку воды. Если капелька воды растекается по поверхности, значит, все, спирт нормальный. Окей, все, по ГОСТу нет глицерина. Если капельками скатывается, значит, покрыта поверхность стола немножко жирным пятном глицерина вот этого самого. Вот по нему, значит, вода, значит, вот так вот себя ведет. Вот так вот. Вот она так вот изолирует. Значит, от жира, от глицериновой такой, от жирной поверхности вода в капельки скатывается ртуть. Не надо разливать ртуть по полу, по паркету. Ее очень трудно собирать. И вообще ртуть не есть полезный объект для окружающей среды. Но вот ртуть, вот так вот она ведется, как отдельные капельки. Еще это может быть к счастью, потому что она на большинстве поверхностей, она их не смачивает, такие вот в быту встречающиеся. Но вот золото, например, смачивает. Не дай бог, значит, на золотые серьги попадет ртуть. Останется белое пятно. Но, да, это произойдет, кстати, интересно очень, да, что ртуть или золото в ртути, они растворяются, образуя амальгаму. Вот это вот белое пятно, это, значит, золотая амальгама. Вот их, значит, растворы этих металлов друг в друге. Вот так вот получается. Вот какая она благородная металла, а связывается с какой-то ртутью, между прочим. Вообще-то говоря, значит, явление капиллярности существует, очень важное и полезное, и о нем хочется поговорить. Значит, что есть что в капиллярах? Значит, есть такой чудный способ измерения поверхностного натяжения. Вот сила, с которой молекулы притягиваются друг к другу, сила, с которой молекулы притягиваются друг к другу, может быть разная. Вот в зависимости от концентрации раствора, например, да, от тех примесей, которые в жидкости есть. Ну, не мало того, что жидкости бывают разные, так просто еще разная концентрация. Значит, есть одна из анализов, один из анализов, так сказать, простите, мочи, да. Там нужно определить коэффициент вот этого поверхностного натяжения. Как это делается? Значит, в принципе говоря, поверхностное натяжение отвечает вот за какой объект, вопрос. Значит, капелька на кончике трубочки. Вытекает капелька, надувается потихонечку, надувается, медленно течет, и потом отрывается. Почему она не отрывалась до какого-то момента? Потому что силы поверхностного натяжения, силы взаимодействия между молекулами удерживали вот это вот выросшее на конце, так сказать, трубочки маленькой, вот эту капельку от отрыва. И с какой-то момент они отрываются. То есть, сколько капелек жидкости получится из определенного объема, да. Вот по этой вот числу определяется объем, значит, капельки, соответственно, очень легко можно вычислить коэффициент поверхностного натяжения. Это вот такая проба, значит, сколько капелек надо посчитать в объеме определенном жидкости находится, так можно померить его поверхностное натяжение, да. Естественно, поверхностное натяжение зависит от примесей, которые в жидкости есть, ну и в частности, всякие эти органические, биологические жидкости, такие как моча, вот, значит, влияют на их поверхностное натяжение все, что угодно. На поверхностное натяжение влияет все, что угодно, я сказал, в том числе и концентрация. Вот посмотрите, эдакий капиллярчик. Капиллярчик он эдакий, потому что у него, видите ли, диаметр разный. Заметили? Диаметр разный, и так уж получилось, что как так вот диаметр подобран, ну, такой вот он демонстрационный, можно сказать, такой вот опыт, вот так аккуратно подобран диаметр, что тут аккуратно вот так вот вписывается, как бы сказать-то, вот радиус, вот это вот менеска, да, радиус вот это, это называется, так сказать, менеск, то место, где жидкость отделяется от, так сказать, газа, да. И вот тут тоже менески. Заметьте, радиус вот этого менеска меньше, чем радиус вот этого менеска. Чем больше радиус, тем под этим радиусом больше давление. Чем меньше, тем давление меньше. И, соответственно, что происходит в таком случае? Жидкость начинает тянуть вот в ту сторону. Вот как здорово получается. Вот почему в капиллярах человека, других живых существ происходит движение крови. Вот представьте, я сейчас так вот вам расскажу. Какая сложность вообще вот для движения крови по капиллярам. Значит, размер капилляра бывает, что раз в семь меньше размера эритроцита. Представляете, вот как это так? Через трубу, которая в семь раз уже, чем размер вот этого эритроцита. Что такое эритроцит, надеюсь, вы знаете, да? Красное кровяное тельце, да? На такой вот, имеет вид такого эдакого... Мне это, например, почему-то всегда оладушек такой. Оладушек немножко вот такой вот деформированный, вот как вот их раньше в картинках, на картинках рисовали или на микрофотографиях. Значит, показывали нам в научно-популярных журналах всяких. И вот этот вот оладушек, единственная его прелесть для нас в том, что он легко деформируемый. Ну, действительно, это, так сказать, не косточка какая-нибудь, это клетка крови. Это называется форменное образование крови. И вот этот вот оладушек, он легко деформируется и по такому капиллярчику проталкивается. Чем капилляры от прочих сосудов отличаются? Вот, оказывается, все прочие сосуды снаружи имеют некую структуру, некую одежду. Вообще, мышечные волокна помогают сокращаться вот этим капиллярам, сосудам, простите. А в капиллярах ничего этого нет. Только силы вот такого вот поверхностного натяжения заставляют по капиллярам течь кровь. И сочиться, медленно пропихивая через узкие места вот эти форменные образования крови. Ну, форменное безобразие. Как же это происходит? А потому что в капилляры зачем кровь пришла? Чтобы забрать что-то из клеток и отдать что-то клеткам. Кислород клеткам, питательные вещества клеткам, все лучшее клеткам. А всякие продукты жизнедеятельности вот сюда вот в капилляр вливаются, да? Вот, углекислый газ в капилляр, мочевину в капилляр, все продукты, значит, там распада в капилляр. И, соответственно, получается, что на том конце капилляра, где, значит, куда должна течь кровь, собираясь в эти самые вот туда вот поступать в сердце, там давление вот такое вот получается меньше. Вот туда вот кровь и толкается, вот идет по капилляру. Видите, как оказалось мудро устроен организм, да? Вот, как он мудро использует вот этот вот эффект, это явление, как все мудро подобрано. Я вам больше скажу. В крови человека и в крови других живых существ такой-то химический тоже вопрос. Существует так называемая буферная система. Вот кровь – это буферная система для химика. Это для большинства нормальных людей, не изучавших каких-то специальных разделов химии, да? А учили только обычную вот химию, как школьник, как инженер, там по какому-то учебнику Глинки. Насколько я понимаю, для него это буферная система, что-то закрытое непонятно. А буферная система – это вот что такое. Очень важная, кстати, вещь. Есть у вас PH. Если такое PH, помнили? Это показатель кислотности, либо щелочности, что ли, да, следы. Вообще-то называемый показатель кислотности. Это сколько, значит, молекул гидроксония. Не катит. Гидроксония – это вот что такое. Это ион водорода H+, прилипший к молекуле воды. Получается так, H3O с плюсом. Вот так вот. Это вот он, сам все ион положительно заряженный водород – это протон. Он вообще размеров не имеет, да? Он липнет сразу к молекуле воды или к молекуле, значит, этого вот NH3, да? Вот получается H4N. NH4+, да? Вот тоже вот такая вот получается вещь. И вот это вот самое гидроксония, то есть по простому школьнику, это H+, вот его концентрация. Если много H+, значит, это у нас получается щелочная реакция, кислая реакция. Если мало, то щелочная. Чистая-чистая вода, у нее там вот это PH называется 7. Что такое PH7? Это на 1 дециметр 10 в минус 7 степени концентрация, значит, молей вот этого H+. Вот 10 в минус 7 степени. То есть один из там, из миллиарда, по-моему, да? Или из 10 миллионов, простите. Один из 10 миллионов, там, по-моему, значит, такой вот чудной молекула воды, значит, она диссоциировала, распалась на OH-группу и на H+. Вот это называется нейтральная реакция. Для прохождения всяких реакций в органическом веществе, вот в организме, вернее, лучше сказать, нужно определенное значение вот этого PH. Нужно определенное значение кислотности. А мы постоянно что-нибудь едим, все, что не увидим, в рот тянем. Да хорошо еще мы, мы хоть там в школе учились, знаем, что руки надо мыть перед едой, а всякие там кошки, собаки, а всякие там глупые, значит, животные, которые вот он пока на зуб не попробует, когда сам вот не попробует, он не поймет, да, что это можно есть или нельзя есть. То есть, короче, в организм попадает все, что угодно, да? Более того, в организм попадает вообще то, что и не угодно нам, да? То есть, какие-то вот нехорошие примеси из нашей загаженной окружающей среды, вот они тоже к нам в организм попадают. И все это может изменить кислотность, кислотно-щелочной баланс. А что же сделать, чтобы не менялось? Так вот, буферная среда, она вот какая система. Попала лишняя кислота. Тут же происходит ее с кем-то там взаимодействие и переход в, значит, недиссоциированное состояние. Значит, там существует такой, значит, набор соль и кислота. Обе они слабо диссоциирующие. Вот постоянно, значит, определенный, значит, баланс такой вот существует, да? Попала, значит, щелочь, пожалуйста, щелочь рекомбинировалась с кислотой. И, значит, кислота, которая была в нерекомбинированном виде дополнительно, она, значит, диссоциировала. Это поддерживает, значит, в широких пределах, пределах, в смысле добавления всяких примесей, поддерживается постоянный, значит, показатель pH. Постоянный показатель кислотно-щелочного баланса, да? Вот, в частности, и в организме так вот сделано, мудро. И вот я вам об этом как-нибудь напомню, совершенно неожиданный момент. Что, кстати, происходит при высыхании воды? Ну, при высыхании жидкости вообще уменьшает свое количество. Очень простой ответ. Так вот, представьте себе мокрую ткань. Вот тут вот на картиночке нарисовано некие два какие-то вот объекта, между которыми попала вода. Кстати, вы замечали, если два стекла взять смоченных, между ними вода попала, отделить их очень тяжело. Почему? Потому что по всей вот этой границе этого менеска, он достаточно большой, между двумя стеклами действует, действует это самое притяжение, вот это вот поверхностное натяжение. Вот их так просто оторвать не удается, приходится сдвигать. А здесь это, видимо, что-то микроскопическое. Два каких-то тела, может быть, это песчинки, да? Вот, может быть, что-то две песчинки. Может быть, это две нити. Две нити из ткани, например. Вот между ними вода. Вот такого рода, значит, вещь, да? Такого рода, значит, смоченная, как бы сказать, линза, наверное, да? Водяная линза, двояко-вогнутая линза водяная, да? Она приводит к тому, что притягивает друг к другу, значит, за счет сил поверхностного натяжения, притягивает друг к другу две эти поверхности. Смоченный песок, замечали? Он не рассыпается, из него можно что-нибудь лепить, да? Лепить можно, так сказать, куличики можно лепить. Когда куличик высохнет, он не рассыпается сразу. Ну, не то, чтобы, конечно, из куличиков не построишь там дом, да? Вот такой технологии из мокрого песка. Но, тем не менее, какое-то вот что-то такое вот сохраняется подобие. Почему? Потому что при высыхании воды... Вот представьте, что происходит при высыхании воды. Вот количество воды здесь уменьшается и притягиваются друг к другу, вот друг к другу эти частички. Когда притягиваются друг к другу две песчинки, вот они притянулись, вот прижались, и вот там своими выступами реальные песчинки сцепились, зацепились, и все-таки как-то еще держатся. Вот так вот можно из песка строить разные замки. Вот в некоторых местах вот таким образом, значит, вот развлекаются на пляжах, строят какие-то вот сооружения, которые, ну, немного, но живут после высыхания. К самым трагическим, так сказать, последствиям приводит высыхание одежды мокрой. После стирки она садится. Садится она как раз именно благодаря тому, что поверхностное натяжение притягивает друг к другу нити. Вот они, две притянутые друг к другу нити. Вот она, усадка. Усадка за счет стирки. Более того, одежда садится, даже если вы ее и не стираете. Кстати, почему средневековые люди избегали стирать одежду? Они говорят, от этого одежда портится. Не надо стирать одежду. Да, она действительно портится, плюс к этому еще и садится. От стирки же она изнашивается. Вот. И садится. Вот так вот усадка происходит. Садится она не только от стирки. Достаточно стать немножко влажной. Появилась влага на нити, которую мы даже так глазом-то не замечаем. Просто потрогали. А вот что-то влажно-сырое, да, немножко сыровато. Пусть подсохнет. Подсохла, она немножко усела. Поэтому при длительном хранении, даже в музейных условиях, когда, не боже упаси, кто же там будет стирать в музейных условиях одежду, она усаживается. И поэтому есть, так сказать, целая, ну, целая проблема. Это громко сказано. Есть, в общем-то говоря, вопрос такой, как по такой вот антикварной музейной одежде, которую носил какой-нибудь царь, император, генерал или поручик. Лермонтов, например, он был поручик. Как по размерам этой одежды определить реальные размеры, значит, так сказать, фигуры носителя этого мундира или носительницы этого платья. Потому что за время вот этого длительного хранения она все равно, значит, усаживалась. Не обязательно всегда хранили в каком-то термостатированном и там, значит, при определенной влажности находящемся помещении. Значит, могла влажность немножко меняться, повышаться, понижаться. И в этом, в ходе этого процесса ткань за века потихонечку усаживается. То есть, на самом деле, люди, носившие эту одежду, были совсем не таких мизерных размеров, как нам это кажется. Они, на самом деле, были, бывало, покрупнее, да? Вот, ну, вот. Конечно, это не относится к тем узким осинам талиям, которые, чем главнее дама была при дворе, тем у нее уже талия была. Это создавалось за счет корсетов совершенно ужасное, вообще-то говоря, дело. Во времена Менделеева дамы еще носили корсеты. Уродовали себя. И чем выше, значит, по положению придворная дама, тем уже у нее корсет. Это вообще совершенно ужасно было, по-моему. Только во времена где-то 1912 года, это, кстати, такой вот момент, кстати, какой-то такой переломный в истории человечества, в культурной истории человечества, пожалуй, о нем надо как-нибудь поговорить, произошло сразу много событий. Титаник утонул. Газета «Правда» первый номер вышел, в котором рассказали о гибели Титаника. Моя бабушка вышла замуж за моего дедушку, но это касается только меня. И, значит, перестали дамы окончательно носить кассет. Это вышло из-за обиходной моды. И появился бюстгальтер. Вот сколько всяких вот вещей произошло, которые изменили, так сказать, социально-культурную физиономию западной цивилизации. Вот такие вот дела. Ну что ж, давайте немножко порассуждаем о капиллярности, да? Вот такого рода знакомую картинку вы уже у меня видели, только тут теперь в черном цвете все это написано. Кстати, давайте пофантазируем. Если у нас бы жидкость была не смачивающая стенки сосуда, например, ртуть в стеклянном сосуде, или, что там, например, вода в сосуде, покрытым жиром, да? Таком вот немытом-немытом жирном сосуде. Тогда бы менеск был бы наоборот. Он был бы, так сказать, выпуклый, потому что на краях, на краях, значит, где стыкуются, так сказать, жидкость и поверхность, происходило бы дополнительное отталкивание, да? И происходило бы отрицательное давление, положительное давление по нему получалось бы. И вот здесь был бы менеск выпуклый, а здесь эта жидкость была бы, осела бы туда внутрь, она была бы вот так вот, значит, туда засунута, да? Вот так вот. То есть картинка как бы перевернулась наоборот относительно того, что есть. Ну, значит, упорно можно иллюстрировать подъем жидкости в сосудах следующим образом. Вот два сосуда одинакового размера. Видите? Жидкость установилась на одинаковом уровне. Это иллюстрация закона сообщающихся сосудов. Не нужно даже делать один сосуд уже другого, тогда, естественно, там высота подъема жидкости будет другой в сообщающих сосудах. Достаточно материал стенок сосудов сделать другим. Здесь, скажем, покрыть жиром. Где тогда выше будет жидкость? Вот здесь, она здесь поднимется, да? Или заменить жидкость можно. Заменить можно жидкость, и, соответственно, другие стенки будут, да? Значит, в одном месте, скажем, стеклянные, в другом золотые. На золотых стенках тут поднимется вверх, на стеклянных немножко опустится вниз. Вот так вот. То есть тогда будет вот все иначе. Да, вот иначе. А вот, пожалуйста, просто чисто конкретно разная, скажем так, вот, диаметр сосудов. Значит, в более узком сосуде, ну, надо, чтобы перепад, конечно, был серьезным. Так, это узенькие сосуды, капилляр. Капиллярность, поэтому называется жидкость, поднялась на более высокий уровень. Кстати, вот вам способ мерить, так, фиксировать различия в свойствах поверхности, да? Надо достаточно брать, значит, сосуды одинакового диаметра, смотреть, есть ли разница. Ага, есть, значит, есть разница в привлекательности поверхности для данной жидкости. А вот жидкость несмачивающая. Например, ртуть в стеклянном сосуде или вода в немытой посуде. Вот, пожалуйста, вот ртуть, тут уже, так сказать, выпуклый мениск, и она, соответственно, в узком сосуде опустилась несколько ниже, чем в широком сосуде. Вот он, пожалуйста, закон сообщающих сосудов, как и все другие, закон оказался, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Вот развлекаются господа, придумывают разные, значит, формы сосудов, демонстрируют, что не важно, какого диаметра здесь сосуд. Важно, что на кончике здесь происходит. И вот, значит, вот так вот засосали сюда высоко жидкость, воду, видимо. А здесь за счет того, что узенький размер тут есть, да, вот они тут вот тоже как-то вот держатся, поднялось вот на какую-то высоту. Вот развлекательные такие вот моменты. Так вот, очень интересно ведет себя жидкость в капиллярах. Значит, при большом... Вот тут, правда, жидкость смачивающая капилляр, да, вот она. И вот она течет, жидкость здесь бежит по капилляру в сторону более узкого капилляра, потому, что здесь другой диаметр, диаметр... Тут просто и за счет диаметра, да, за счет диаметра здесь, значит, вот сюда идет движение в сторону узости, да, вот туда его засасывает, как бы, воду, да. В организме человека еще это происходит за счет изменения коэффициента поверхностного натяжения, за счет изменения состава крови при движении по капиллярам. Не просто за счет сужения, вот туда за счет сужения, прямо это так туда, прям... Не судом проталкиваются эритроциты. Вот такие вот капельки, знаете, где вот наблюдали, тоже в опыт, пожалуйста, не ставьте, градусник, знаете, такая замечательная вещь, ртутный термометр медицинский или градусник, если его иногда уронить, но так удачно, чтобы не разбить. В нём иногда вот эта вот цепочка ртуть разбегается на несколько пузыриков, на несколько не пузыриков, а шариков внутри самого капилляра. Если капилляр не переломился, не разбился, работу термометра можно восстановить, нагрев, капилляр, значит, температура выше там 40, там сколько, 42 градуса, 43, и тогда ртуть вся соединится в капилляре, там на самом деле пусто должно быть. Вот, и вот там вот так вот соединятся они друг с дружкой капельки ртути. Я помню, у меня в детстве был такой маленький термометр, на столе стояла такая, значит, ракета взлетающая, на ней, значит, там красная какая-то спиртовая смесь в трубочке в этой. Иногда я его ронял, он так разбегался по трубке, но очень крепкий был сделан, ни разу не разбился. Или разбился, в конце концов, не помню. Это к лампе настольная, и вот, значит, там, значит, тут поднимался спирт и заполнял весь капилляр, все соединялось, давало ему остыть, ну, показывал температуру воздуха в комнате. Кстати, вот ртутная капелька, вот выглядит так, и ее будет тянуть как раз туда, где шире капилляр, да? Вот оно, иллюстрация. Если смачивающая жидкость бежит в узкое место капилляра, не смачивающая жидкость бежит в широкое место капилляра. Вот вам, пожалуйста, вот вам какая история. В взаимодействии большого количества капелек, тоже большой такой вот развлекательный момент. Но все это, конечно, хорошо и здорово, но есть очень важная проблема. Капиллярность, но это не только вот в капиллярах таких вот, как мы с вами, как растения. Там тоже есть капилляры, по ним поднимается жидкость туда, к листьям из глубин земли от корней. Есть еще одна, значит, вещь, это любое, скажем так, пористое вещество, мел, литографский камень. Такой тоже объект был в ту пору для исследования. Тоже он получает вот такую вот вещь. Появляется некое вот отрицательное давление в нем. Там подъем происходит, значит, жидкость ее туда вот так вот засасывает наверх, поднимается. Так вот, меня как-то в детстве очень удивляло, как это так вот сообщают, что там давление вот это отрицательное. Кто-то там померил, оно оказалось вот таким. Как это мог он в 19 веке померить давление в каком-то ничтожной поре материала, которое, может, и в лупу не разглядишься. Какую там лупу в микроскоп не разглядишь, потому что она меньше одного, так сказать, микрона. Как это так получается? Кстати, капилляр в человеческом теле тоже, значит, где-то порядка одного микрона, а эритроцит порядка семь с половиной микрон. Вот такие вот соотношения, между прочим. Как это так делать? А в общем, мне кажется, просто берете кусочек мела и смотрите, как по нему поднимается жидкость. Единственная наукоемкая вещь это сделать так, чтобы по бокам мел, значит, не высыхал. То есть нужно его чем-то покрыть. Вот тут на этой картиночке показан опыт. Вот этот вот столбик, по которому поднимается жидкость, ничто иное, как вот некий, значит, гипс, по-моему. Гипс, покрытый снаружи, вот, ну, вставленный в трубку. Сосуд с водой, закрытый плотно крышкой. Ну, видимо, тут что-нибудь смазано каким-нибудь таким делом, чтобы, значит, воздух не выходил. И сосуд из плохо обожженной глины. Это такая вот, значит, находка жителей жаркого климата. Из нее вода потихонечку на поверхность просачивается и испаряется. Ну, при этом, кстати, вода в сосуде охлаждается. То есть она испаряется, создается некое отрицательное давление здесь, да. И вот за счет этого отрицательного давления начинает засасывать сюда, вот, по этой вот колонке, значит, подниматься. За счет отрицательного давления жидкость по колонке по... Таким образом можно померить давление, которое возникает в этих порах, да. Вот высота подъема, даже не обязательно сюда вставлять какой-нибудь гипсовый кусок. Так вот, вот давление вот в этих порах отрицательное померить можно. Говорят, что так можно достигать даже высота подъема 30 метров. Может достигать при большом желании. Это, значит, три атмосферы вот с такой вот силой, три атмосферы, с таким давлением, да, отрицательным. Как он сумел его сделать, такое отрицательное давление больше единицы. Вот туда его тащат, да. Тащат и тащат. Вот в некоторых порах вот так вот бывает. Вот такая вот вещь. Значит, вообще-то говоря, капиллярные явления вокруг нас все окружают, пронизывают, мы просто забыли о них думать. Растения, влага от корней, значит, за счет капиллярных явлений происходит, проходит. Как ведет себя влага в этих капиллярах и, соответственно, в клетках, да. Представьте, клетка, клетка организма, растения или животного, она же очень маленькая. Там тоже огромную роль играют капиллярные вот эти вот явления, движение жидкости вот внутри вот этих вот маленьких тел. То есть, за счет этих вот капиллярных сил клетка остается, значит, какую-то форму держит, потому что ее, значит, вот там какие-то там поверливые эффекты поверхностного снижения играют роль. Обратите внимание, в организме растения, например, или человека, вода находится во всех трех агрегатных состояниях, благодаря именно вот этой капиллярности. Ну, смотрите, вот в капилляре, ну, капилляры в растениях есть, да, в организме человека есть, полости там есть, да. Вот внутри этой полости вода газообразная, испарилась она, испаряется, это все понятно, да. Жидкая вода, ну, нам тоже понятно, кровь людская не водится, но это, в общем-то, как и сок растений, это тоже жидкость. А вот если заглянуть внутрь клетки, внутрь клетки заглянуть, то там не хватит нам нашего взгляда, потому что это размеры меньше одного микрона. Это размеры молекулы. Так вот, молекула белка, знаете, такая вот молекула белка, такого хорошего, плотного белка, представьте себе, да. Например, такого вот плотной мышечной ткани, из которой, например, сделано человеческое сердце, которое бьется у нашей груди. Вот оно такой плотный-плотный белок, как он выглядит, ни капельки жира, он всю жизнь работает, понимаете, стучит всю жизнь, мне некуда отдохнуть. Это мы тут все остальные зажирели, потому что отдыхаем, а сердце не отдыхает. Единственное место в организме, на самом деле, спортивное такое, да, у любого человека, я имею в виду, спортивное оно. Так вот, хорошенький такой белок, снаружи, естественно, вода. В каком она, в какой форме эта вода? Хорошенький белок, снаружи торчат, значит, вот это, так сказать, витки белковых молекул, да, помните, как белковые молекулы в школьном объясняли, как в спирали такую скручены. Спирали она скручена за счет, кстати, водородных связей между соседними витками. Там, значит, молекула электроотрицательной серы, и в другом витке тоже молекулка водорода. Водород не молекулка, а атом водорода, и тут атом серы. Ион серы положительный, отрицательный, простите, ион водорода положительный. Они друг к другу притягиваются. Есть там атомы кислорода, тоже они положительно заряженные, потому что это ионы кислорода. Так вот, молекулки воды притягиваются к молекулке белка. И за счет того, что вода содержит электроотрицательный кислород, он притягивается к электроположительному водороду. И в меньшей степени бывает наоборот, она притягивается вот этими атомами, ионами водорода. И, короче говоря, все наше сердце снаружи покрыто тонким-тонким слоем льда, в один слой атомов. Вот представляете, вот у нас ледяное сердце, вообще, в принципе говоря. И любая молекула белка внутри клетки растений или животного тоже покрыта снаружи тонким-тонким, очень гибким, поэтому, слоем льда. Да, ну вот, ну, сердце Менделеева, конечно, не было ледяным, он очень был таким горячим, чувственным, говорят, человеком. Ну, у нас передача не об истории чувств, а об интеллектуальной истории. Так что, Дмитрия Ивановича пока до следующей передачи оставим в покое. Всех благ вам, доброго здоровья, а Дмитрию Ивановичу вечная память. До свидания.